Ребенок от предыдущего брака и новый мужчина, когда их знакомить, важны оптимальные сроки. В некоторых ситуациях нам бывает сложно найти общий язык со своим ребенком, а что говорить о ребенке вашего партнера, которого воспитывали. Не вы, да и о генетике не стоит забывать. Однако, как считают многие психологи, если следовать простым правилам, то ребенок от первого брака и новый мужчина могут стать не только товарищами, но и близкими друзьями. Если говорить о сроках, основная причина неудач в начале отношений – это неправильное время для знакомства. В этом вопросе нет четких рамок, но есть небольшие рекомендации – на первое свидание категорически не стоит приводить детей. Вы должны сами узнать мужчину и понять его намерение. Второе опасение – это стресс для ребенка, если дядя, с которым ребенок подружился, захочет уйти. Многие дети могут начать винить себя, что они плохо себя вели, но и затягивать не стоит, зачем тратить время на того, кто хочет лишь развлечься. Причем не стоит наивно верить слова мужчины, который не знает вашего малыша, но уже строит грандиозные семейные планы. Это могут быть просто пустые слова, как ориентир после заочного знакомства. Если ребенка первого мужчины не сбежал, вы уверены в его серьезности. Именно здесь стоит уловить тонкую грань, чтобы познакомить ребенка и новому мужчину, в идеале, чтобы он сам выразил желание. Но на практике подобное бывает не всегда. И вот здесь многие допускают вторую ошибку, ждут. На этом вопросе мы немного остановимся. Ребенка первого брака и новый мужчина, почему не стоит затягивать знакомства? К примеру, вы встречаетесь с мужчиной больше шести месяцев и уверены в серьезности его намерений. Но ребенок и новый мужчина еще не знакомы, хотя заочно они знают друг о друге. В данной ситуации значительно хуже, если они не подозревают о существовании одного и второго. И вот когда вы все же решаетесь их познакомить, выходит, что мужчине с ним сложно, а время проводить нравится только с вами. Почему так происходит? Мужчина привык, что вы детей отправляете к бабушке и они вам не мешают хорошо проводить время. А ребенок своим появлением забирает ранее выделенное время только для мужчины. Но и ребенок видит в незнакомце вора маминой любви. Поэтому, если мужчина не стремится познакомиться с ребенком, организуйте сами поход в кино или парк. Выбирайте такое место для развлечений, чтобы было весело также и малышу. Это поможет разрядить обстановку. А заодно проверите мужчину на прочность. Несколько слов о мужинах и чужих детях. Есть мужчины, что не любят детей в принципе, а есть такие, которые не знают, как себя вести. Если в первом случае что-то сделать сложно, то во втором возможно постепенное налаживание отношений. Ребенок от первого брака и новый мужчина. Основные правила знакомства. Залог удачного дальнейшего общения. Изначально не скрывайте, что у вас есть ребенок. Это важное первое правило любых отношений. Не нужно сразу же выстреливать данную информацию только при попытке познакомиться. Но если при встрече завязался разговор о семье, то скрывать наличие малыша – это как минимум глупо. Ребенок и новый мужчина должны познакомиться заочно. Чаще рассказывайте о своем ребенке, о его увлечениях. Это даст мужчине подсказку, как найти к малышу подход. Точно так же стоит перед непосредственным знакомством дать информацию о вашем новом избраннике. Но дайте ребенку временную адаптацию после развода. В зависимости от возраста дети по-разному переносят разрыв родителей. С маленькими детьми в этом вопросе проще. С одной стороны, у них еще не такая сильная связь с биологическим отцом. Но с другой стороны, при длительной жизни только с мамой и ребенка с ней возникает очень сильная связь. Особенно, если речь касается мальчиков. В среднем, для адаптации требуется год. Поэтому старайтесь ребенка морально подготовить не просто к знакомству, а даже к тому, что рано или поздно у мамы может появиться мужчина. Объясните, что вы хотите полноценной семьи. Но делайте акцент, что ребенком вы счастливы. Просто вам нужна поддержка и другого взрослого. А новый член семьи расширит горизонт досуга и самого ребенка. Также вам будет интересно к прочтению статьи о конфликте между пасенком и новым мужем. Что делать, как наладить отношения. Ребенок от первого брака и новый мужчина. Как их правильно знакомить. Этапы, места встреч. Чтобы ребенок и новый мужчина поладили. Фундаментом их прочных отношений выступает именно не только время, но и место. Не лучшим местом для знакомства вашего чада с новым мужчиной является ваш дом. Ведь это территория ребенка, он может воспринять партнера как угрозу. Лучше выберите нейтральное или интересное место с развлечениями. Согласитесь, после свидания мы и сами не зовем незнакомца сразу же домой. И еще одно важное правило – знакомим мужчину и своего ребенка постепенно. Не стоит после знакомства сразу гулять только вместе. На первых сроках все же 70% проводите вдвоем и 30% выделяете на общий отдых. Но также психологи рекомендуют начинать с регулярных встреч вашего партнера с ребенком. Посещайте вместе заведения парки развлечений. Кино, совершайте походы по магазинам. Это не должно быть теперь, а при каждой встрече, но уже с определенной периодичностью встречи нужно учищать. Также вам будут интересны к прочтению статьи. Субтитры создавал DimaTorzok